Узнав, что в первый день битвы русские войска удержали позиции, Карамзин решает остаться. Мало того, в нем просыпается дух воина, ведь когда-то он уже хотел сражаться за свою родину в турецкой кампании, а тут представляется такая возможность с французами. К счастью, его отговаривают. 1 сентября Карамзин все же покидает столицу, в которую уже на следующий день войдет француз. Один экземпляр истории государства российского был отправлен в библиотеку Кремля, другой — в Петербург. Позже окажется, что в Кремле рукописи сожжены, а в Петербурге потеряны. Уничтоженный труд, как смерть для поэтов, он в отчаянии, и после окончательной победы русских войск он возвращается в любимое подмосковное имение. Оставленные в одиночестве в Астафьеве семь томов сохранились, но огонь уничтожит библиотеку Карамзина, с ее главным достоянием — оригиналом «Слово о полку Игореве». При первой же возможности Карамзин продолжает работу, и к 1815 году готово восемь томов. В Петербург Карамзин приезжает для публикации, однако снова его труду принимаются в штуки. И только спустя несколько лет все 12 томов будут изданы, последний — уже после смерти поэта, его женой и друзьями. Но насколько холодно встретил историограф официальный Петербург, настолько тепло и дружеско он был принят в научных и литературных кругах столицы, особенно в недавно возникшем Арзамасе. Это литературное общество возникло в 1815 году, и его основной идеей было именно поддержание работ Карамзина. Сюда входили романисты, сентименталисты и прочие друзья писателя. Карамзин возвращается в Москву, однако скоро получает приглашение поселиться в Петербурге. И переезжает туда с семьей. Отсюда Карамзин уезжает из Москвы уже навсегда. Ленинградское направление, там Петербург, где он встретит славу и свою смерть. Город литераторов, центр искусств, место, где можно быть поистине признанным. Но что-то отталкивает. Однако времени на размышления больше нет, пора что-то решать. Впереди новые возможности и новые пути свершений. В Петербурге он был произведен в чин статского советника и награжден орденом Святой Анны Первой степени. Живет Карамзин на фонтанке, в доме Муравьевых, в так называемых китайских домиках, где его окружает сходная состафьевская атмосфера. И здесь такой же маленький письменный столик из-за книг, лежащих на полу, едва ли оставалось место для самого автора. В этом доме, помимо истории государства российского, осенью 1819 года Николай Карамзин напишет свое известное мнение гражданина, в котором разгромит всю внешнюю политику императора Александра Первого, осудив его за войну 1812 года. Карамзин устраивает публичные чтения, гордо выходит на сцену, зрители в замирании смотрят на своего кумира. И он начинает. История государства российского. Том 1. О народах, издревле обитавших в России, о славянах вообще. Успех был головокружительный. Современники шутливо замечали, что улицы Петербурга опустили, ибо все углубились получать историю России. В Остафьево Карамзин больше никогда не вернется. В начале 1826 года, будучи тяжело больным, Карамзин пишет своему старому другу Дмитриеву. Близко. Близко. Жаль, если захлебнюсь с пером в руке. Строки оказались пророческими. Последняя фраза, так и незавершенного 12-го тома, гласила. Орешек не сдавался. Орешек – это нынешнее название Шлиссельбурга, основанное новгородцами. Болезнь быстро прогрессировала. 22 мая, в 8 часов утра, Тургенев посылает. Через несколько минут мы лишимся Карамзина. Он борется со смертью. Или лучше сказать, с жизнью. Вяземского еще нет. Так, утром 22 мая, не дождавшись друга Вяземского, Карамзин скончался. О нем напишут еще много. Много вариантов биографий. Но единственное воспоминание о Карамзине в Москве – это вот этот старый памятник, недалеко от города, в усадьбе его лучшего друга, где он и написал свой главный труд. Вот так. Был великий человек и нету. Теперь можно сказать, что он родился гораздо раньше, чем должен был. Сейчас бы он нам написал. Все, конец. Усадьба закончилась. А дальше только лес. Это полное собрание сочинений Николая Карамзина. Последнее издание датируемое 1998 годом. 18 томов, 18 книжек среднего формата. Какая-то крупинка в бесконечной пустыне мировой литературы. На крупинке этой суждено было прорасти и стать оазисом. Путеводной звездой для новых поколений ультрамодных писателей. А с чего все начиналось? С неизвестного английского автора, который взял и написал историю, которую суждено было стать открытием эпохи просвещения. А эпохи этой суждено было стать начало золотого века уже русской литературы, старт которым дали талантливейший имя России. Это было время живых классиков, гений в пера и джентльменов удачи. И такой век еще вряд ли когда-нибудь повторится. Субтитры создавал DimaTorzok